Количество преступлений, совершенных подростками в этом году снизилось на 9%. Отдельная тема – пропаганда насилия в интернете. Вредные ролики с помощью репостов и лайков распространяются среди подростков со скоростью света. Поэтому задача тех, кто работает с детьми – предложить альтернативу досугу в сети. Как бы эффективно мы с вами не работали, тем не менее, сегодня в молодежной среде продолжают подогреваться интерес к агрессии, к оружию, к убийствам, к вандализму. В первую очередь, конечно, в социальных сетях. Если отвечать на вопрос, чем мы можем противостоять тому, что сегодня происходит в интернете, только постоянная занятость детей. Придумывание таких форм досуга, чтобы им было по-настоящему интересно. Посмотрите на такую форму, как кванториум. Подумайте, пусть дети будут, сидят у компьютера, но они там должны сидеть с другой целью, чтобы научиться создавать роботов, для того, чтобы научиться создавать какие-то конкретные технологические продукты. Это сегодня им действительно интересно. Подумайте, как это развить на своих территориях. Но дети должны быть у нас вовлечены не в криминальные структуры, а вовлечены в реальную интересную работу. Большой город – это или маленький населённый пункт? Везде у подростков должен быть выбор. Кружки по интересам, досуговые клубы и спортивные секции. Не ставят для себя задачу спорта высоких достижений, а именно вообще знакомства со спортом. То есть мы вполне, уважаемые коллеги, допускаем и переходы из группы в группу детей, потому что ребёнок должен себя попробовать во всех видах спорта, выбрать для себя наиболее приемлемо и им заниматься. Особое внимание стоит уделить и детям, стоящим на различных видах учёта, отметила Анна Менькова. В период новогодних праздников социальные службы будут навещать неблагополучные семьи. Помимо занятости несовершеннолетних, проверят и пожарную безопасность жилища.